В ближайшее, что примечательно, нерабочее воскресенье, 31 октября, ровно в полдень, огромная радость обрушится, ну, точнее, по плану должна обрушиться на Екатеринбург, особенно на счастливых обладателей автомобилей. После долгой и тяжелой реконструкции, наконец-то, откроется Макаровский мост. Машины по нему поедут в полном объеме в обе стороны. Но это-то было ожидаемо, что особенно радует. Раньше срока по нему поедут трамваи в оба конца. Пока что они ездят в одном направлении от вокзала ко Дворцу молодежи. То есть радость моста открытия затронет не только автомобилистов, но и пассажиров трамваев. На сегодня Макаровский мост полностью готов к открытию. Мостостроители обещали открыть вторую, новую, свежепостроенную полосу к 1 ноября и с задачей справились, даже немножечко опередили график. О том, что мост готов к приему машин и трамваев, стало известно еще 23 октября, когда на нем прошли испытания. А конкретно по нему несколько раз туда-сюда прокатили самосвалы и трамваи, груженные балластом, имитирующим массу пассажиров. На мост поставили датчики, которые отследили все колебания конструкции. Все оказалось норм. Макаровский мост готов к приему транспорта. Осталось еще доделать съезды к улице Гражданской и прочая мелочевка, но как мост он готов. Напомню, что реконструкция, чтобы не сказать глубокая переработка этого моста, началась еще аж в 2017 году, когда у него повдоль срезали треть поверхности, ибо мост был в аварийном состоянии. А потом, с другой стороны, к нему пришили новую половину моста, созданную с нуля. Обо всех этапах большого пути мы рассказывали, так что сегодня повторять особо не будем. Тем более об официальном открытии Макаровского моста, естественно с соблюдением всех антиковидных мер, придется делать подробный развернутый репортаж в понедельник, который хоть и объявлен нерабочим, но уж о таком историческом, грандиозном событии, как открытие в Екатеринбурге, по сути, нового моста, мы постараемся вам поведать.